кукла вы много меня спрашиваете я какого черта сколько можно ждать и там умер что ли нет я не умер я просто долго ищу одну вещь и почти уже нашел вот смотрите сейчас покажу пойдемте на свет какая бесполезная херня да создатели этой штуки просто скопировали манеру поведения и внешность на радость глупым детишкам у родителей которых есть лишняя сотка у меня есть даже краб смотрите вот он опа какая же глупая хель да смотрите на самом деле создатели этих безделушек криво скопировали поведение даже не пытаясь адаптировать их природные механизмы для чего-нибудь полезного на что может сделать нашу жизнь лучше это моя самая обдуманная покупка потому что я знал что спустя 15 лет они не понадобятся чтобы начать этот выпуск а вот теперь серьезно это франц райфельд и сейчас он погибнет прямо на ваших глазах ведь он стоит на табуретке которая стоит на столе которая стоит на краю эйфелевой башни нет он не проиграл в карты не должен кредитором деньги у него нет рака и даже жена ему не изменяла совсем он он хочет спасти человеческие жизни за его спиной прототип костюма крова для пилотов на которых сейчас летают экстремалы так он выглядит в сложенном виде и вправду напоминает парашют впервые франц шил его сто лет назад он испытал сначала его на манекенах а потом и сам прыгнул с четвертого этажа из окна и сломал ногу тогда он сказал что высоты было недостаточно парашют не раскрылся из-за этого и поэтому им понадобилось что-то повыше для этого в 1912 году он залез на эйфелевую башню и прокричал скоро увидимся но у гравитации были другие планы в общем посмотрите сами и если вы дети да отвлекитесь не надо смотреть на экран пососите палец да поиграйте с микроволновкой но отвернитесь от экрана как бы вы назвали этого человека глупо глупцом да психом я бы назвал его талантливым изобретателем ведь он пользуется самым главным правилом изобретателей всех увидел хорошую идею укради ее а если уж крась то укрась у самого талантливого автора кто первым изобрел иголки в шприцах крылья самолетов эхо локацию подземное бурение все мы знаем как зовут этого автора природа ведь только у нее максимум эффективности самые полезные решения миллиарды лет на эксперименты и глупо этим не воспользоваться копирование у природы называется не воровством а биомимикрии и это целая наука сегодня я расскажу вам о четырех уровнях биомимикрии от базового до самого продвинутого и вы поймете почему инженерам просто необходимо учить биологию и начнем с самого простого примера липучки на одежде посмотрите на этого человека это жорж де мястраль это он их изобрел чувак любил охотиться вместе со своей собакой и заметил что она каким-то образом умудряется собрать колючки со всех кустов в округе мистраль рассмотрел их под микроскопом и увидел вот такие вот крючки которыми колючки цеплялись за шерсть пса и он решил повторить этот механизм в одежде только крючки сделал из нейлоны чтобы липучка была многоразовый эксперимент удался и липучки тут же стали прилипаться к астронавтам это скафандр нила арстронга здесь липучки на туловище бедре и даже подошве для устойчивости в невесомости а эти часы он носил на луне посмотрите ремешок на липучке даже мкс вся покрыта такими липучками чтобы мелкие предметы не разлетались и это самый первый уровень подражания природе копирование форм на этом уровне инженером достаточно внимательно посмотреть на животные чтобы увидеть его потенциал люди сотни лет смотрели на птицы пытались скопировать их полет изобретая разные чудеса которые не летели и разбивались ошибка была в том что люди копировали полет птиц которые машут крыльями а нужно было посмотреть на альбатроса вот он альбатрос он может часами парить без единого взмаха а все потому что его крыло хитро устроено воздух над ним движется быстрее чем под ним а там где больше скорость ниже давление и воздух сам поднимает птицу люди догадались до этого но не с помощью птиц а с помощью закона об уравнении гидродинамики в жидкостях даниила бернули это як-52 легкий спортивный самолет давайте посмотрите на форму его крыла снизу плоско а сверху горбинка такая форма крыла позволяет разрезать воздух так чтобы скорость потока сверху была выше а там где скорость выше давление ниже то есть получается снизу давление больше и осталось только разогнать самолет и воздух сам начнет его толкать сейчас бернули начнет толкать наш самолет вот полетели во время вождения чувствуешь себя как птица поворот направо поворот налево вау ты чувствуешь воздух вниз оу о господи вниз вниз опасно но почувствовать такие же ощущения можно и дома только дома выбор больше лицемерный без маленький убийца як-9 ниндзя советский миг 19 американский f100 в обновленном экшене war thunder сотни разных самолетов от истребителей до огромных бомбардировщиков конечно полет в игре отличается обычную бочку можно сделать с кофейком в руках двумя пальчиками в реальности бочка из кабины выглядит так не что а а а а а Это вообще неромантично Я не испытываю никакого удовольствия Это просто как будто вас насилуют На высоте километра от земли В самолете вы выдержите не более 30 минут В игре вы можете летать сколько угодно Графика такая же, как и в настоящем мире Только в игре чуть почетче Да, в новом War Thunder геймплей максимально реалистичен Те же пейзажи, а Як-9 ведет себя как Як-9 И не как немецкий Мессершмитт Впрочем, если вы не хотите углубляться в характеристики боевых машин Для вас есть упрощенный режим аркады А вот в хардкорных режимах вы получите весь спектр реализма Летать в дождь, пожалуйста Никаких полосок жизни тут нет Попасть нужно не просто в технику, а в бензобак Или двигатель, а при критической перегрузке будет темнеть экран Здесь темнеет в глазах Вот как сейчас Потому что Потому что кран Выходит Весь Бомбите танки с воздуха Топите корабли торпедами И прошибайте стены, чтобы появиться неожиданно Все зависит от вашей стратегии Хоть кустами обвешайся Конечно же, можно играть с друзьями, объединяться в отряды Помогать друг другу, там, с Мака Или винды Не важно Важно, что матчмекинг в War Thunder быстрый Поэтому не придется долго сидеть в меню Подведем итоги Полет на Як-52 13 тысяч рублей, 3 часа от Москвы Полет на всех самолетах Второй мировой войны Бесплатно На War Thunder По ссылке в описании Качай И получай удовольствие Есть еще один принцип биомимикрии Который мне особенно нравится Посмотрите Помимо продвинутого интеллекта У этого кита хорошее настроение Он передает вам привет А теперь приглядитесь На переднем крае его плавника Специальные бугорки Видите? Их трудно не заметить Они помогают ему разрезать воду На несколько потоков Как расческа Недолго думая Маленькие хитрые людишки Тут же применили эту форму Для лопастей ветряков Бугарки помогли снизить сопротивление воздуха И уровень шума Компания, которая производит ветряки Так и называется Well Power Китовая сила Вы только посмотрите На ее сотрудников Акулы бизнеса Киты продаж Такие штуки копировать не сложно Но чаще всего Нам требуется микроскоп Чтобы разглядеть потенциал Посмотрите на эту бабочку морфа Какой насыщенный Переливающийся синий цвет Сразу хочется такую же машину себе Возможно это самая красивая бабочка в мире Именно с нее и срисовали бабочку для эмоджи Но на самом деле Я бы не доверял этой бабочке Про нее ходят слухи Что Она какая-то нечестная Окраску животным и растениям Дают специальные пигменты Каротин красную Хлорофилл у листьев зеленую Меланин темную Именно его мы и накапливаем при загаре Фламинго например Рождаются серыми И становятся розовыми Поедая мелких рачков И получая вместе с ним нужный краситель А белые люди В чей рацион входит немыслимое количество моркови Становятся желтее Из-за избытка каротиноидов Но вот в чем проблема Синий цвет в природе У животных встречаются очень редко И нашей бабочке цвет дает не химия А форму ее крыльев На микроскопическом уровне В наномасштабе крылья морфа Покрыты рядами щетинок елочек И вправду смотрите как еловый лес Это настолько маленькие елочки Что их размер сравним с длиной волны Видимого света И подобран так Чтобы поглощать все цвета Кроме синего А это значит Что она синяя Потому что она не синяя Эти бабочки обманывают я говорю Если мы посмотрим на них с разных сторон Цвет будет меняться А если заполним микроструктуру спиртом Синий уйдет Технически это означает Пропадает тонкослойная интерференция Простым языком это означает Синий цвет больше не отражается Он вернется Но только тогда Когда крыло высохнет Точно так же работает Пере павлина Задница обезьяны Только не лейте на задницу Обезьяны спирт пожалуйста И та же реакция Со всеми голубыми глазами мира Такие наблюдения Ученым дают новые возможности Присмотритесь к этому автомобилю Да, это Лексус Просто сок Но в нем нет Ни капли синей краски Он тоже покрыт микроструктурой Отражающей только синий цвет А теперь представьте Что если научиться Сжимать и растягивать Эти елочки так Как нам хочется Значит можно отражать Любой цвет На выбор Кто додумался до этого первый? Хамелеон Вот только так он не маскируется В расслабленном состоянии Он зеленый Просто зеленый И сливается с листвой А вот становится красным Синим или желтым Чтобы общаться с другими хамелеонами Изменение цвета Это его настроение Секрет в микроскопических Кристаллах соли В его шкуре Хамелеон может поднатужиться И сжать их Чтобы отражать Любой цвет на выбор Вот тут он чилит А тут решил Попривлекать Самочек Эту технологию Мы уже успешно скопировали Даже изобрели танк Который маскируется Под кусты И даже делает вид Что это машина Инженеры создали Аналог кожи хамелеона Из кремния И пластика Растягиваешь его И цвет меняется Но можно сильно не заморачиваться И сделать хамелеона С помощью простой электроники Сенсоры считывают цвет фона И меняют картинку На мини дисплеях Никаких наночастиц не нужно На самом деле Такое читерство Это умный прием И это переход На следующий уровень Скрытые свойства Скрытые свойства Это второй уровень сложности Это значит Что мы можем создать Аналоги природных механизмов Которые не похожи на оригинал Но с тем же функционалом Чтобы перейти на этот уровень Нужно задаться Просто вот обычным Глупым детским вопросом Болит ли у дятлов голова? Нет, серьезно Они стучат по дереву 22 раза в секунду Попробуйте сами Размахнуться И удариться об дерево носом Хотя я бы вот не советовал Конечно А они делают так По 12 тысяч раз в день Своей головой Один удар дятла Создает перегрузки В 1200 g При 5 g Я терял сознание Для сравнения Самая сильная перегрузка Которую когда-то испытывал человек Составляет всего 214 g Она длилась миллисекунды И дорого обошлась гонщику Кенни Браку Множественные переломы Травма позвоночника И 18 месяцев реабилитации Но дятлу кажется На физику наплевать Он долбит себе и долбит На самом деле Физику не обмануть У дятла есть четыре приспособления Которые защищают его от самоубийства Итак, жесткий, но при этом эластичный клюв Пористый череп Маленький отсек с жидкостью, который гасит удары И пружинящая кость, которая поддерживает язык А еще помогает ему делать вот так Чтобы доставать червяков Посмотрите на эту картину Да, теперь ваша жизнь не будет прежней Ведь с этой минуты дятел может вас клюнуть А может и облезать Так, время странных фантазий подошло к концу А теперь серьезно Инженеры смогли бы испроизвести Каждое из этих свойств Для защиты ни за что не догадаетесь чего Хрупкой электроники В защитной капсуле есть жесткий внешний корпус из стали Мягкий слой из алюминия Резиновая поддержка И море стеклянных шариков Такая конструкция выдерживает, внимание 60 тысяч же Ричард Хаммонд сделал похожую конструкцию Положил внутрь обычную лампочку И сбросил ее из космоса Лампочка осталась целой Такая защита отлично подойдет для черных ящиков в самолетах Укрытий от противобункерных бомб Или защиты орбитальных станций от космического мусора Но копировать форму и свойства это достаточно просто Чтобы выйти на новый уровень биомимикрии Нужно долго наблюдать за природой И уметь видеть в ней процессы Тысячи птиц срываются с насиженных мест И начинают двигаться синхронно Часть одного организма Это не хоку Вы просто посмотрите на это Потрясающе красиво На первый взгляд кажется, что птицы проводят Как-то маловразумительно свое время Но на самом деле Они занимаются мурмурацией Мурмурация в первую очередь Это защитный механизм Когда на стаю нападает ястреб Птицы приводят его в замешательство Они мелькают перед глазами Хищник не может сконцентрироваться на одной особи И остается без добычи Птицы это поняли Но как это поняли люди? С помощью математики Вот 3D-игра Где можно самому побыть ястребом И попытаться поймать как можно больше птиц При этом Чем больше птиц в симуляции Тем сложнее поймать хотя бы одну А в природе такие стаи достигают 300 тысяч особей Ястребу нелегко Выбор большой, а выхлопа ноль Понимаете? Это как с моим гардеробом А вещей куча, а одеть-то нечего Но в чем секрет такой синхронности? Каждой отдельной птице Достаточно следить только за семью соседями И менять направление движения вместе с ними Такие приемы используют не только птицы Вот косяк рыб уплывает от хищника А вот пчелы пускают защитную волну Как футбольные фанаты А теперь подумайте, может ли это как-то быть полезно людям? Ну, раз мы это с вами здесь обсуждаем, то да Если мы захотим использовать флотилии из сотен дронов У нас не получится посадить по оператору за каждые Дроны должны научиться работать в команде Эти огоньки Дрона с подсветкой Ими не управляют земли И среди них нет лидера Эти машины сами решают, куда лететь Собираются в группы Разделяются И обходят препятствия Удобно? Да Мы просто копируем поведение животных И делаем из этого виртуальную модель Министерство обороны США Испытало рой из сотни микродронов Вылетающих из истребителя Пока они просто выполняли разведку Но при необходимости Смогут доставлять взрывчатку Или стаи Нападать на технику врага Звучит ужасно В прямом смысле Ужасно Как нагнетание в фильмах Хичкока Но что если из-за случайного фактора Например, порыва ветра Одна из машин совершает ошибку Подхватят ли ее все остальные? Да В природе это приводит к катастрофе Я говорю о кругах смерти Муравьи ориентируются по химическим сигналам Которые оставляют их сородичи Когда находят еду Следовать по феромонному следу Для муравья это инстинкт Вшитая программа И это настолько важно для муравья Что когда несколько насекомых Сбиваются с пирамонного следа За ним по цепочке следуют и остальные Сотни тысяч муравьев Не осознавая ошибки Будто устраивают бесконечный серкл пик Пока не умирают от истощения Бедняги попросту не понимают Что бегают по кругу Вау! Вообще Это просто меня шокировало Я, как и вы Первый раз узнал Об этом готов я этот выпуск А вы знаете что-то о килоботах? Поодиночке Они бесполезны И могут всего три вещи Реагировать на свет Измерять расстояние И замечать присутствие других килоботов Но стоит им сбиться в стаю По тысяче ботов То они действуют как единое целое Здесь они сбивают с толку Самок светлячков Имитируя самцов Стоит послать им инфракрасный сигнал И они сами начнут выстраиваться В сложные структуры Как это делают клетки в нашем организме Собираясь в ткани И органы В будущем Они должны будут искать людей Среди завалов Или исследовать Трудонаступные места Роллс-Ройс Уже готовит свою армию роботов Для поиска дефектов внутри двигателей Правда Выглядят они пока Крупновато Немножечко А теперь давайте Выйдем на четвертый Самый крупный Уровень Биоми Микрии Для этого нужно будет Научиться думать Крупно Масштабно В масштабах Целой экосистемы Экосистема Что если превратить в оазис Самое смертоносное место на планете Пустыню Сахару Кажется, что изи Осталось решить только одну маленькую проблему Проблему Нехватки пресной воды Но подождите Верблюд-то как-то же живет Без воды Авторы Сахара Forest Project Прямо сейчас делают из Сахары Оазис В котором растут цветы Есть растения Вода А всего лишь нужно было посмотреть На нос верблюда Кстати, у верблюдов В горбах не хранится вода Это заблуждение Или на спину пустынного жука Оба этих животных Научились извлекать влагу Там, где ее По сути и быть не должно Жук собирает росу И капли тумана На особом рельефе панциря А в носу верблюда Влага из вдыхаемого воздуха Конденсируется На маленьких волосиках В искусственном оазисе Морскую воду Сталкивают с горячим воздухом Который заставляет ее испаряться Испарение Одно из способов Прелетить морскую воду Соленую В пресную За счет испарения воды Как пар на зеркале Она оседает В виде капель пресной воды Все это обеспечивает Водой оранжерею Площадью 10 тысяч квадратных метров И это лишь часть экосистемы Которую люди могут построить С нуля В песках Сахары Но тот же трюк Что и в теплицах Можно провернуть И под открытым небом Простые конструкции Построенные по типу Верблюжьего носа Позволят создавать Целые поля И сады Под палящим солнцем Сложно Да Но у нас нет выбора Расширение пустынь Одна из самых серьезных Экологических проблем Нашего времени Если мы хотим Вырваться за пределы Нашей экосистемы То нам придется создавать Свою собственную Правда Не так Как и это делали Авторы проекта Биосфера 2 В которой 8 исследователей Заперли себя В комплексе На 2 года Где ловили рыбу Выращивали урожай И дышали воздухом Своей собственной атмосферы С которой как раз И начались проблемы Углекислого газа Под куболом становилось Все больше А кислорода Все меньше Растения были Уничтожены вредителями Рацион несколько месяцев Почти полностью состоял Из фасоли Ботата И моркови Кожа испытуемых Стала оранжевой Они продержались Там 2 года И вышли на воздух Слабыми И злыми Биосфера 2 Оказалась непригодной Для жизни Это лишь доказывает Что в следующий раз Нужно лучше учиться У природы А не пытаться Изобрести Что-то Свое Новое Да Большинство идей Биомимикрии Лишь только на бумаге Мы не используем паутину Вместо стальных тросов Мы не используем Светлячков У нас дома Когда включаем свет Но давайте посмотрим На карту развития Биомимикрии В первых трех столбцах Проекты Которые пока только Разрабатываются Но в последнем Те что уже работают На благо людей Здесь есть покрытие Скопированное Чешуи Галапагосской Акулы На нем Не размножаются Бактерии И она уже используется В медицинских инструментах Пленка для солнечных батарей Вдохновленная глазами Мотылька Которая позволяет Поглощать Максимальное количество Света И даже Умные датчики Электроэнергии Которые общаются Между собой Как рой пчел Что дает возможность Не тратить энергию Там Где она не нужна Но я не ответил На главный вопрос Почему природа Несмотря на все Научные открытия Пока превосходит Человека В своих изобретениях Смотрите А вот японский Синкансен Один из самых Быстрых поездов В мире Форма его носа Скопирована С клюва Зимородка Который нужен ему Для рыбалки Люди просто взяли Эту идею У природы Но сама она Пришла к ней Долгим путем Проб и ошибок Разные особи Зимородков Имели совсем Разные формы Клюва И большинство Из них Не могло нырять Без шума И брызг Такие птицы Имели меньше Шансов на выживание Но со временем Рождались Зимородки С отклонением Их клюв Был более обтекаем С хорошей Аэродинамикой Именно эти птицы Не такие как все И получили в итоге Эволюционное преимущество Естественный отбор Превратил Самое удачное Техническое решение В единственное Человеческие Изобретения Испытываются Десятки лет И во многом Зависит от Интереса спонсоров От политики От пиар-компаний В то время Когда у природы Было более Трех миллиардов лет Бесконечное Количество энергии И бескрайний Полет для фантазии Никаких хейтеров Никакой критики Никакого Денежного вопроса Быть может Поэтому Во многих Сферах нашей жизни Например Архитектуре Энергетике Химии Нам не стоит Изобретать велосипед Заново А нужно просто Остановиться И посмотреть На гениальное В мире Который Нас окружает И как обычно Прокачивайте Свои мозги Пока Друзья Спасибо, что досмотрели Этот выпуск И вот еще Чуть-чуть Внимания Мы с пабликом ЖУ Жизнь Ютуб Устраиваем конкурс Где разыграем PlayStation 4 Pro Или 30 тысяч рублей На ваш выбор Все подробности Как поучаствовать Там вообще Очень легкие правила В нашем Телеграме Топлис По ссылке В описании Все внизу А я Пошел играть В War Thunder И вы Давайте тоже Полетаем Постреляем Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok